всем привет сегодня 2 января 2022 года и у нас сегодня минус 2 хотя накануне было плюс 4 плюс 5 снега в саду практически нету переживаю за растения если придут сильные мороза без снега это конечно очень плохо но надеюсь нас зима порадует еще снегом это моя хвойная круглая клумба все хожу смотрю любуюсь круглый год она декоративно сейчас снега нет посмотрите какой красивый можжевельник golden carpet имеет оранжевый цвет ну просто просто красота и еще хочу прогуляться по саду показать вам кое-что как выглядит сад зимой в январе моя молодая изгородь из туи западной сморакт вот такая она сейчас стоит холодная грустная не ярко зеленого цвета но все равно интересный акцент в саду когда-то это будет выстрел стена очень красиво но пока вот все подрастает маленькие растения можно так сказать это моя клумба с розами которые я не укрываю я не призываю не укрывать розы я просто делюсь опытом и показываю что у меня есть в саду и такое большинство своих роз конечно я строю домики и все это накрываю несколькими слоями спанбонда поэтому у меня розы большие кусты красиво обильно цветущие но эти конечно послабее но вот тоже такие у меня есть почему я решила вот снять такое видео холодным днем январьским надо все-таки прогуливаться по своему саду по возможности приезжать и осматривать растения все укрытия вот например у меня роза боятся это плетистая роза очень красивая которую я вот укутала в спанбон связала ну и конечно розы лучше зимует максимально близко пригнутые к земле но вот были мороза у нас и видимо выдавила эту опору из земли поэтому вот чтобы избежать вот таких случаев и наша роза хорошо все-таки перезимовала не пострадала верхняя ее часть я сейчас буду ее как-то прижимать возможно какие-то доски положу или что-то еще ну так землю навряд ли я загоню и будет она так держаться вот эти вот колышки маги так сказать что здесь еще ну вот много муха лезет с которым я буду бороться весной у нас рядом лес буквально 100 метрах поэтому почва у нас достаточно кислая я стараюсь под каждое растение заделываться в посадочную яму более питательный грунт ну и конечно под каждое растение свое но вот такие вот моменты что много мха посаду среди газон это не есть хорошо от него нужно конечно избавляться иначе я потеряю свой газон вот он такой яркий салатовый вот видно вот он проскальзывает ну и вот это мой рододендрон ему будет в этом году третье лето покупала средним саженцем немаленьким так сказать это не укрывной рододендрон сорт распутин он выдерживает понижение температуры до минус 38 насколько я помню но у нас конечно таких температур нет это не листопадный рододендрон он сохраняет свои листики круглый год единственное что когда сильные морозы а вот эти листики скручиваются в трубочку вот их такое свойство они так сохраняют себя узенькие такие ну не знаю даже как объяснить как карандашики получаются сейчас вот немножечко он подкрутился так как не сильно холодно думаю что должен цвести очень много цветочных почек вот таких вот бутончиков он заложил я думаю будет красота очень жду очень так как вот в прошлом году был один цветочек и что-то его даже и не успела заметить когда это было ну и в этом году конечно он дал вот много молодых приростов вот таких у меня было один стволик всего лишь а сейчас вот ну вот кто-то покушал какой-то слезняк это рододендрон распутин это кипарисовик голубой очень красивый который когда-то был сюда пересажены кстати здесь он у меня не подгорает за можжевельниками вот за туей осенью насадилась сюда тюльпанов здесь у меня растут хосты но вот перед хостами они кстати просыпаются очень поздно должны цвести тюльпаны то есть будет яркая зелень ну и яркие краски самих цветов тюльпанов рано весной очень очень жду немножко снега совсем немножко в саду и хочу обратить внимание вот на этот дерен сибирика вот он у меня конечно сливается с цветом забора но вообще он имеет красный цвет побегов и когда много снега это настолько декоративно смотрится не передать словами то есть красивый кустарник славится он больше за декоративность листьев так как с белой окантовочкой очень ярко смотрится ну и вот зимой побеги имеет красный цвет то есть декоративный не из-за цветов а именно из-за листвы из-за цвета побегов здесь роза штамповая не на выборах нормально лежит не выдвинула ее земля и холода отлично но здесь 2 у меня рододендрон перис american beauty очень слабо развивается наверное ему не нравится место хотя я думала вот среди хвойных растений ему должно быть комфортно но вот что-то не то тоже заложил вот несколько буквально две цветочные почки такие уже как бутончики должен цвести маленький очень маленький имеет где-то около 40 сантиметров высоты но тоже в этом году вот со ствола вот вниз снизу а вот буквально на столике дал новые приросты слабенькие но есть это красивенный можжевельник чешуйчатый blue carpet это монстр он растет очень быстро и за сезон увеличился в два раза наверное опять таки хотя я его подстригала вот здесь возле туи эрик и ds и вот лезет на мои шарики но не знаю пока пусть растет мне нравится здесь это сочетание тис и это тис сорта stefania ярко-желтого цвета летом но вот сейчас приобрел такой багряный цвет может быть оттенки красного и оранжевого даже не зеленый вот у меня здесь их посажено три для них у меня отдельные планы я когда-то думала здесь сделать небольшую изгородь так как это огромный тис кустовой формы и сажала на расстоянии чтобы они прижались плотно друг другу но вот растут медленно посажены были конечно и с контейнером p9 то есть совсем крохотки не помню уже сколько были сантиметров может каких 15 ну сейчас это около 70 я думаю это можжевельник казацкий который я начала формировать думаю в этом году подрастет ну и что-то уже будет просматриваться какая-то форма хотя вот такие вот вот это листик один ну не видно да это листик другой буду смотреть это его хакура нишики вот такая которую я также пытаюсь формировать на штампе вроде бы пока побеги зеленые то есть живые она видно если бы они подмерзли они бы были черного цвета вот надеюсь перезимует хорошо перезимует это можжевельник пфиццериана gold star который действительно весной очень желтый яркий но сейчас вот немножечко такой потухший цвет но все равно красавица вот эта голубая ель белобок посмотрите какую не у голубой цвет вот пасмурным днем нет солнца а вот она такая яркая яркая очень много почек я думаю будет красиво свести весной этого года можжевельник лайм glow имеет такой необычный цвет зимой летом конечно он ярко-желтый лимонного цвета ну а сейчас вот оттенки оранжевого красноватого вот такой он необычный все-таки хвойные имеют декоративность круглый год и всегда разную да то есть если цветок цветет одним цветом то вот хвойные очень радует своими красками на протяжении всего года моя первая самая первая хвойная клумба подрастает все здесь было посажено маленькими саженцами ей здесь среднем от 3 до 5 лет отдельным растением но декоративно посмотрите вот на этот уголок здесь кипарисовик филифера gold на на какой же яркий несмотря на погоду пасмурную ну и конечно пихта имеет такой нежный голубой цвет сочетании с бересклетом форчуна смотрится эта клумба очень ярко очень прошла с посаду посмотрела на укрытие из роз все хорошо нигде ничего не поломалась не порвалась хотя снега у нас тоже было много но у нас сначала выпадет снег потом идут дожди все это смывается в общем защита у роз хорошая спонбонд очень плотный намерзший внутри я думаю моим розам тепло вот такие домики с моими розами здесь розы высажены в два ряда высоту сохраняла где-то 70 у одних роз например английские розы где-то и метр двадцать их просто преклоняла так как они уже не гнутся но в основном все по сантиметров 70 холодно в саду снега нет ну в общем красота ну а это моя лиственница блюд вар вот такая она зимой а летом должна быть голубая голубая всем хорошего дня хорошего настроения